Вот тут вот лежал русский военный, мертвый. Прямо он уже ждулся, какой там-то может. Давно я вам не снимал последствия войны, но именно в Ольховке, именно здесь мы жили. Но это именно Ольховка, там где мы жили, там где, возможно, вы подписались, когда Майк и Рокки и Лекси здесь росли. Именно здесь проходила молодость Лекси. На каждом повороте здесь эти таблички написаны. Не шарьте здесь по полям, осторожно, мины. А куда мы дальше, что там? Танк, курточка и остатки танка. Дуло, вот это же башня, а дуло полностью в землю. То есть оно прям отлетело и встряло в землю, да? Да. Рассредоточились и идем туда. Едем в какую-то преисподнюю. Туман нереальный, просто метров 30 вперед и вообще ничего не видно. Вообще ни в какую сторону ничего не видно. Жесть, как мрачно смотрится. Всем зрителям, кто узнал Бодю, сейчас будет небольшая нарезочка наших всех путешествий. Он был экскурсоводом тут по всей местности, пока я здесь жил, и сейчас тоже пройдемся. О-хо-хо-хо-хо, это мой самый большой, реально самый большой улог. Вот такой, вот такен. Знакомьтесь, это Бодя, ух, хорош. Ребята, он реально хорош. Сейчас превратится в принцесса. Это Олег, и ты познакомился. А ты все целуешься со всеми, ты все со всеми целуешься, малая. Рокки, ты тут сидишь на входе, как ты такое допустил, что я захожу домой, а тут оккупировали, оккупировали мне дом. Подписчики, да? Ага. Как вы сюда все забрались? Спасибо, спасибо за помощь. В честь этого приглашаю сегодня всех на Xbox поиграть. Готовы? Да. На твой страх и риск. Ты уверен, что здесь? Уже все разминировали. И ведь это детская школа. Просто в хлам и без шансов. Я так понимаю, это только под снос, и вряд ли это, возможно, будет уже просто взять и восстановить. Страх. Это же здесь сидели русские, есть видео Кракена освобождения, да? Я вам сейчас маленечко кадры вставлю. Напомню, что здесь происходило, потому что ребята, когда бежали, у них были нагрудные камеры на шлемах. И все действия снимались. Рассредоточились и идем туда. Огонь! Славная русская армия! Ну как оно в Украине, петушня? Когда Лера будет смотреть видео, что мы шаримся здесь вплотную, у нее будет вторая волна истерики. Она сюда не хотела отпускать. Меня Бодя позвал, говорит, приедь, посмотри, в каком состоянии ольхов, когда вообще прогуляться. Лера была настолько против, что здесь еще не разминировано, что по-любому русские уходили, минировали, еще не все знают, в каких местах, что и где как лежит. И мы любопытные такие шаримся здесь прям вплотную. Под ногами все в стекле, все в осколках. Собакам, конечно, здесь... Что-что? Кто-кто? Гильзы? Да, гильзы тоже здесь валяются. Собакам, в общем, здесь, конечно, гулять не самое лучшее развлекалово. Во всех домах повыбивало окна. Все посечены от осколков. Но некоторым не повезло еще более. Здесь твоя одноклассница, да, живет? Они успели выехать до прилета. Позаглядываем с высоты. Ни крыш, ничего. Что тут посносило, что тут дома посносило. И удивительно, хоп, один стоит полностью целый. Но хоть дом и целый, я бы побоялся здесь оставаться. Да ну как, чего? Там вообще нет домов. Тут сразу вообще, посмотрите, нет домов. Как-то ну стрёмненько остаться, раз столько прилетов вокруг. На каждом повороте здесь эти таблички написаны. Не шарьте здесь по полям, осторожно, мины. Машину оставляем, чтобы ни на что не наехать. А сейчас еще раз расскажи, пожалуйста, историю. Это мы идем... Куда? Это КамАЗ взорвался на мине. Идем сорять. Но он вроде бы стоит. Дорога, конечно, здесь такая. Вот это мы дали драпы нормальные. А еще вот нормально дали драпы. Но лучше так. Там реально именно махина огромная. Килограмм на 90 алабающе. Повыглядывай сначала в стороны. В воду. Нормально мы прошлись. Возможно, кстати, возможно... Спасибо. Возможно, это он нас пытается предостеречь. Типа, вы дебилы, куда вы идете, если недавно взорвался КамАЗ, а вы тут прете. Если еще пойти посмотреть на противотанковые мины, я согласен. Но против алабая сейчас махаться не собрано. Вот так символично выглядят педали храбрых людей. Мы, главное, видим, как он несется, бежит, стоим и спрашиваем о Боди. А что как бы делать? Бежать! И опять ты выбрал не самый безопасный такой маршрут. По всей дороге стоят вывески, что не шарьтесь, дебилы, тут везде мины. Как же хочется надеяться, что ты действительно знаешь этот маршрут. Тут немножко новогоднего настроения слева. А справа взорванный КамАЗ. БТР? Уф, и прутся. Жесть, но это же рашистский. Таки да. Да. Тогда зрелище не ужасное, а приятное. И барсеточку с собой тут такую таскали. Пусто, пусто. Кишки изнутри, небольшой окопчик. Не-е-е. Тут в прошлом году, когда я только приехал, тут, ну, пришел сюда. Тут просто под ногами гильзы валялись, ты идешь их прям ногами пинаешь. Так вот, в горсти можешь собрать, у меня дома до сих пор гильзы лежат. И именно здесь, если вы помните, мы отмечали 600, кажется, 600 тысяч подписчиков. Я прямо с Индии привез с фестиваля, с холли фестиваля, эти краски, которыми мы бесились, игрались. Вот это веселый вайп. Ура! 600 тысяч! Еее! Все в курсе, что оно плохо отстируется? Да! Война начинается! Понеслась! Ура! Все в курсе! и сейчас конечно обстановочка совсем не то у меня папа когда выезжал с ольховки я уже был в польше а связи тут не было вообще типа и как кракена не зашли сначала вроде бы освободили и уехали вот эти вроде бы тихо ну папа поехал выезжать со своими друзьями а моего папу машину переехал better наш до этого случайно этот вообще прям жесткий бой был ты была волга старая у друга с которым они сидели в подвале но они думают выезжать едут так медленно и папа замечают посадки там окоп и они начинают разворачиваться и автоматом короче начинают стрелять по нему и друга ранили но слава богу доехали то есть они просто нажали нажали на газ и уехали да да они развернулись обратно сюда а то есть они не выезжали они доехали их начали обстрелить они развернулись обратно вернулись вольховку жесть это был кабинет директора и был здесь склад оружия да то есть они решили так символично в самом главном кабинете где директор должен оружие базироваться да и острые при этом такие такая маленькая фигнюшка но с такой силой летит что просто смерть всем это прилет именно в твой дом твою квартиру тебя же на втором этаже да да там угол там непонятно что то есть чисто счесала дома в квартире все окей да я чтобы как-то от себя отвести подозрение что я сейчас очкую я от имени леры спрашивают ты уверен что мы можем сюда сейчас заходить прям уверен на сто процентов ой вообще тут еще и вентиляция воздушок так именно свежо и вот вы прикиньте для людей которые здесь всю школу отучились все детство их прошло какая для них это боль все это наблюдать потому что я когда подъезжаю к своему университету и он тоже в таком же состоянии ведь с этими местами связаны самые такие теплые детские самые бурные воспоминания очень символично здесь книга прилегла вдоль здания короче когда тут ехала техника ну тут очень много наверное 200 единиц ехала и был мужик он украл урал короче поехал просто у русских украл до уралу потому что там потом смотрели и короче нет ну некоторые русские бежали пешком просто за эти за колонной сильно вот и по нему что ли начали стрелять а он еще пьяный был вот тут он ехал газовую трубу пробили я не знаю вроде с него или с миномета начали стрелять или станка точно сказать ему он выжил да он выжил а потом пошел воевать после войны и его по солидарам погиб погиб это когда это в самом начале или это уже через время так чуть раньше выглядела эта же улица но я не могу сказать что сейчас она как-то получше реально ведь смотрится дома как будто после мясорубки какой-то гаражи дома дома я даже не знаю что тут и как комментировать вы видите что один ряд следующий ряд домов тут просто кошмар и какие бы не были постройки все мертвые и машины тоже не успели по уезжать просто теперь уже груда металлолома оптимистично хочется сказать что это на первом этапе стройки просто завезли стройматериалы но просто кладбище и машины сейчас тут поближе протопаем кошмар просто кошмар давно я вам не снимал последствия войны но именно в ольховке именно здесь мы жили обычная я же вам демонстрирую бородянку бучу ирпень циркуны и в харьковской области но это именно ольховка там где мы жили там где возможно вы подписались когда майк и рокки и лекси здесь росли именно здесь проходила молодость лекси и этот мост где мы все время пытались рыбачить плавали с собаками именно здесь первый раз рокки поплыл вы это помните вы что собрались угнать лодку алё шо творится маг майкина с собой организовали мне какая-то попа чистенькая мисс показываю теперь неужели этот метод работает вывести в реку и кинуть чтобы ребенок научился плавать неужели с хаски это тоже сработает и так я взял другого щенка на лодку будем учить плавать я тоже готовы вы готовы сейчас будем выбрасывать кто хочет чтобы выбросили сладки лайк лайк быстро лайк на видос этот мост был уже взорван его полностью восстановили решили по полям проехаться где с собаками гуляли здесь конечно в поля не хочу заходить на вы видите здесь и дома вон дальше без крыш просто везде везде на все горизонты везде прилеты и вдоль дороги такие трупики лежат от машин куда мы дальше чё там танк но если здесь из кустов алабай тоже выскочит тут нам уже далеко бежать до машины и окопы которые уже превратились в мусорку да и русский сухпоек это памятник двум собачкам здесь до похоронены дорога реально очень-очень такая не внушает конечно тут доверия маршрут не близки мне интересно как ты это все понаходил муж сколько надо шариться мы идем уже но в минут двадцать это просто здесь гулял кругами все это сапог или нога валяется и вон уже почти дошли до танка разбросана и обувь и куски не знаю от чего небольшие рыски в разные стороны это тоже русский танк до курточка и остатки танка дула вот это же башня а дула полностью земли то есть она прям отлетела и встряла в землю да такое кладбище небольшое здесь и гусеница лежит в стороне и остатки от танка и вон гусеница вон гусеница а чё это на металлолом не сдают это уже непригодно с этой стороны гусеницы еще на танке и вот она дула поближе она прямо в земле торчит из земли то есть она зашла глубоко в землю кто-то похавал в последний раз выглядит очень аппетитно как полезный витаминный грибочек можно чаек заварить я думаю и окопы сразу рядышком окопы хоть мы сейчас и наблюдаем последствия нашей успешной защиты но я хочу вам напомнить что война продолжается и продолжается она просто в жесточайших лютейших обстоятельствах и не факт что сейчас она идет в нашу пользу и может совсем непредсказуемо для нас закончится и только если мы будем осознанно продолжать поддерживать я знаю что у всех instagram лента забита у всех story донаты и разные сборы на дроны на машины на что угодно но если хотя бы раз я не говорю каждый день даже не раз в неделю а просто раз в месяц сделать доброе дело и поддержать абсолютно любым донатом 50 100 200 гривен насколько ты есть возможность это реально ощутимый вклад в нашу победу в нашу мирную жизнь чтобы просто смерти прекратились из самых первых дней войны я вам уже показывал что лерен дядя он занимается волонтерской деятельностью сейчас максимально активно он правильно структурирует распределяет кому что надо все максимально рационально открыто поэтому я вам оставляю данные не какой-то абстрактный благотворительного фонда или абстрактных волонтеров которые непонятно где как скрысят а все максимально прозрачно это моя семья мои близкие поэтому абсолютно любой донат действительно дойдет до цели и это будет действительно ощутимый взнос к нашей победе и к мирной жизни еще маленечко поближе по заглядываем здесь вот прям чтобы вы очутились как будто вместе со мной она очень 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 острое вы представляете какие-то мощи здесь энергии что она так повыворачивала поразрывала этот металл надеюсь что вы тоже маленечко в эту атмосферу окунулись и мы выдвигаемся дальше а вообще-то оценили место то какое реально живописное сосновый лес свежо запасок такой природа и я сразу то не понял а именно здесь дурачились собаки грызли колесо здесь мы гуляли именно здесь как и обычно в нашем ритме через день мы выходим на прогулочку проходим за одну прогулку 10-15 а то и двадцать километров посмотрите какие у нас экстремальные экстремальные съемки проходят вот так вот залез оператор роки всем подсказывает лайк димону за такие ракурсы сейчас подъехал к дому который мы снимали вообще просто вообще ничего не изменилось вы помните какой был такой и остался просто кайфаните каких-нибудь парочку моментов воспоминаний мы замучили огромный слайм посмотрите какого он размера я бабушки ушел я дедушки уж на что-то делаешь у нас во дворе массаж собакам массаж собаком ты перелез забор Нет, они мне дверь открыли Тебе кажется это чуть-чуть неадекватным? Немного, все ради контента Нет, пожалуй, это неадекватно, не надо так больше никогда делать Хорошо Хоть ты на видео видишь, что собачки добрые, они тебя первый раз в жизни видят И могла быть любая реакция, если б тебя покусали, накинулись Кто бы потом был виноват? Потом бы твои родители пришли бы ко мне, правильно? Да И обвиняли меня бы Ну так зачем же ты меня так подставляешь? Я не хотел Сегодня какой день недели? А, сегодня четверг, обычные мужские поступки Вот эта перчатка, голая рука, как говорится Беру просто обычную мышку лысую, как бы, да? У всех бывало, ну, мужиков Пошли, пошли на улицу Мы просто говорим, зай, ты должна жить Усики Такая вот лысая, хорошая, красивая мышка Лекси, не приставай, не приставай Лекси, сегодня простаём только ко мне и к Михаилу Всё, отпускаем, отпускаем гулять Мы говорим вам спасибо И говорим, до скорой встречи Да, скорой встречи, да, скорой встречи Путешествуй дальше, привет в Италии У кого-нибудь дома живёт лысая крыска, а? Столько добрая к нам, что она даже не хочет уходить от нас Потому что она считает, что мы единственные её родители Которые, как бы, да? И та самая, и та самая тоже Как бы, поэтому, как бы, пупыли нельзя Все знают, что хаски и маламуты Это не сторожевые, не охранные собаки Но мы решили проверить Выпускай Вкусняшечку Можно А хочется, вон он лежит, вон он лежит Шашлычок, Лекси, можно? Можно? Хватай шашлык Хватай Быстрее, хватай Быстрее Можно? Можно? Раки, это пранк Это пранк Что за бред происходит? Пранк начинается Открывай Как вы смешно ходите Не подпишитесь? До скорых встреч Так Что за бред? Шашлык Продолжение следует...